приветствую вас ну я работаю как раз в контексте гестальт подхода и у меня как раз были подобные случаи в практике но вот интересно другое почему вы считаете что вам нужен именно гестальт подход и почему вы выбрали именно его а также требования чтобы были такие случаи в практике то есть это больше походит на какое-то рационализирование мне поможет только гестальт подход и только если у кого-то тоже был в практике ничего другое мне не поможет это у меня позиция защиты значит вы хотите остаться при своем следующее я не могу не согласиться с коллегой кудричневым игорем Ладидовичем в том что в общем то вы как бы требуете от моей какой-то помощи вот неважно совершенно в какой да вот потому что хотеть и требовать в принципе вы можете чего угодно исключительно ваше право но как бы право мужи вам этого не дало и вы не принимаете то что он вот ну не способен на некоторые вещи которые вы от него ожидаете например вот и это вас одевает а вы начинаете соответственно думать может быть о себе хуже вот из-за этого вы меняете свое поведение к мужу а мы соответственно агрессируем на вас вот так вот эта ситуация выглядит для меня ну понятно что есть еще вариант при котором вы в принципе выходя замуж до до рождения ребенка позиционировали себя по отношению к мужу в контексте одного ориентира после рождения в контексте другого например если ваш муж вас завоевывал то можете быть уверены что после репута в криворграде он понял что завоевал бороться больше не надо дальше вы говорите что он больно ранит меня словам то есть вас его слова задевают но перекладывайте опять же ответственность за то что вас это задевает вы на него а вот на то чем вас это задевает почему вас это задевает и что вы сделали для того чтобы муж начал таким образом себя вести и вот на эту тему вы ничего не предлагают собственно посмотрите вы зависимы от помощи мужа вы зависимы от слов мужа и естественно в этой ситуации вы будете испытывать стресс это нормально но потому что слишком много удивимостей возникает я понимаю ваше желание сделать так чтобы у ребенка была счастливая мама причем все интересно вы думаете только о себе а чтобы ребенка была только счастливая мама чтобы не счастливая мама и папа а только мама в какой-то степени это хорошо но здесь это выглядит как некоторое отделение себя от мужа то есть отношения ваши с ним в принципе можно гармонизировать для этого нужно разобраться в себе я понимаю что вы говорите про счастье свое чтобы я была счастливая счастливая мама это здорово для этого нужно работать со стрессом довольно много есть вариантов с работой с састры ну а плюс значит попростом от этого категория категория вот вот то что я могу вам ответить то что я могу вам сказать. Давайте, мы на этом закончим пока что, да, вот я надеюсь что это было вам полезно, надеюсь что вам это было интересно. Удачи, всего самого доброго.